здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале сегодня время очередного кривого эфира спасибо огромное за вопросы сейчас мы на них ответим но сначала мне хочется поблагодарить всех кто поддержал меня вопросах фейкового канала и пожаловался на них оставил свою жалобу под роликами тех воров я не боюсь этого слова который ворует и продолжает воровать у меня ролики я не знаю почему youtube не отвечает так как нам хотелось бы не блокирует эти каналы но это уже другой разговор тем не менее огромное огромное спасибо у меня просьба не надо оставить им дизлайки я понимаю что это эмоциональный порыв я сама не удержался поставила и не надо писать комментарии каналу все равно гневные то комментарии или хвалебные дизлайк это или лайк все это повышает активность их каналов поэтому чем меньше мы обеспечим просмотром тем лучше если есть желание технической возможности и подкованность оставить жалобу то я буду благодарна абсолютно под любимым роликом где вы понимаете что это ролик мой но не под моим именем можно оставить жалобу поэтому огромное огромное спасибо за поддержку я ее чувствую и даже то что каналы не блокирует это никак не помешает нашему с вами общению дальнейшему начинаем кривой эфир и первый вопрос я и буду зачитывать по мере того как они поступали светлана спрашивает я всегда даю милостыню людям с протянутой рукой но мои коллеги родня очень меня осуждают за это говорят все равно пропью зачем ты даешь это грех отвечаю я даю не на спиртное а вот если пропьют это уже его грех а не мой провалия тане светлана спасибо огромное за вопрос ты очень активный мой зритель я хочу сказать права-то или нет сказать не просто дело в том что если бы это определенно было правилами например там правилами русского языка как пишется да как надо как не надо как правильно как неправильно или правилами этикета как нужно делать а как не нужно делать это один вопрос какие-то вещи в нашей жизни определены законом, там тоже всё просто. А подобные вещи, они определены нашими внутренними убеждениями, нашими ценностными ориентациями, которые складываются на протяжении всей жизни. Поэтому если по внутренним убеждениям ты права, значит ты права. Никакого греха, или я плохо знаю Библию и всё о грехе, но никакого греха я здесь не вижу. Вообще вопрос греха – это очень тонкий вопрос, и каждый отвечает на вопрос веры, вопрос греха, трогать как можно меньше надо. Я просто говорю вообще подавать или не подавать милостным. Люди делятся на две категории. Одни подают, и им очень плохо, если они подать не могут. Ну, допустим, там размерные монеты. И люди, которые не подают, убеждены в этом, что подавать не надо, и если в силу каких-то обстоятельствам придётся подать, они будут мучиться этим фактом, зачем они это сделали, и это делать было не нужно. Вы относитесь к первой категории, которая подают. Я, кстати, тоже к ней отношусь. И то, что вас родня и коллеги не понимают и считают это грехом, но это их внутреннее убеждение. Давайте оставим это убеждение для них. Вот если они очень часто об этом говорят, да здесь можно спокойненько, как я говорю, твёрдо, смотрим прямо в лицо и говорим. Уважаемые коллеги и родственники, кстати, там можно по именам назвать, вы-то знаете, с кем вы вопрос ведёте. Позвольте мне, женщине в 40 с небольшим лет, самой решать, подавать мне или не подавать. Если это каким-то образом затрагивал ваш кошелёк, я бы ещё ваши претензии поняла. Но так как это никоим образом ваш кошелёк не затрагивает, своё мнение оставьте при себе. Если нужен мне будет какой-то ваш совет, я обязательно обращусь. Но в этом вопросе у меня уже сложилось убеждение, я буду поступать так, как хочу. Если обидеться, это их проблема. Право слово. Здесь обижаться не на что. Здесь я хочу вас похвалить, потому что ведь именно это вы задавали мне вопрос про то, как научиться говорить «нет». Светланка, да вы умеете. Вы умеете говорить «нет». Пусть таким вот косвенным путём, когда все вокруг, не надо, не надо, а вы делаете своё дело. Значит, вы умеете говорить «нет», и я вас хвалю, вы умница. Такая роскошь в наше время позволит себе поступать так, как считаешь нужным. Если человек что-то делает, и при этом никакого греха, вреда не наносит окружающим, что здесь плохого-то? Катерина спрашивает, есть ли у вас любимые блогеры, каналы на YouTube? Катерина, есть блогеры, которых я смотрю с удовольствием, я не знаю, можно это их любимые или нет, но называть я их не буду, потому что я пыталась даже на листочек записывать. Их так много, и я очень-очень боюсь кого-то обидеть. Получается, некорректный ответ будет, неправильный. Я даже сама себе пыталась ответить на вопрос, а вот если бы мне сказали, назови один, два, три блогера, которых ты будешь смотреть, а остальные мы тебе закрываем доступ к ним, я бы не смогла это назвать, потому что мне очень-очень много. Я, наверное, совсем бы отказалась от просмотра YouTube, нежели назвать вот конкретных людей. Много, их много. Одни меня восхищают тем, что, являясь мамой троих детей, творят такие вещи, находят время. Не то, что там сказали, а когда мне некогда? А творят, причём такие вещи творят. Другие меня просто сражают своей харизмой. Третье, кажется, что-то необычное всегда. И ожидая новой ролики, я понимаю, что сейчас я увижу не только то, что у других я не вижу, но даже то, что у этого человека ранее я не вижу. Находят люди какие-то изюминки. Мне очень нравится смотреть на других, просто как они вяжут, как они вышивают, какие шедевры они создают. У кого-то качество роликов нравится, просто наслаждение. У кого-то умение делать монтаж шикарный, у кого-то юморить. Вот это всё потихонечку. Я благодарна Ютубу за то, что он открыл столько интереснейших личностей. Их действительно очень много, интереснейших людей. И на каналы назвать какие-то определённые мне сложно. Мне очень-очень сложно, я не буду этого делать. Они есть, несомненно, есть, но их много. Леди Саша. Я проработала в детском саду 14 лет и вроде неплохо работала и работаю. По отзывам родителей и начальства. Дети мне нравятся, я их всех люблю. Почему-то в последнее время всё больше хочется уйти с этой работы и устроиться какую-нибудь теплицу, выращивать цветы. Нахожусь на распутье. Может, что посоветуете? Саша, что я могу сказать? Между этим вопросом твоим и моим ответом на него прошло какое-то время. И это время уже достаточно, чтобы определить, это просто нахлынул такой вопрос под влиянием каких-то эмоций, под влиянием каких-то нюансов, которые ты не договариваешь, под влиянием, может быть, усталости. Это одно. Бывает. У нас абсолютно на каждого может нахлынуть то, что прям горит всё синим пламенем. Это один момент. Но если этот вопрос преследует тебя и ты понимаешь, что это не под влиянием каких-то нюансов и усталости, что это назревший, прям буквально прорывающий, прорастающий сквозь асфальт вопрос, это насущность твоего дня, тогда это другой момент. Но, тем не менее, совета давать здесь тебе не будет правильным. Я, конечно, могу с легкостью сказать, да бросайте свой детский сад. Конечно, хочется перемен вперёд. Вон, теплица выращивать гораздо легче. Также я могу сказать, да ты что, 14 лет коту под хвост? Ой, нет, нет, столько проработал в детском саду. Только там оставайся. И то, и то будет неверным. Прислушайся к себе, пожалуйста. Если это всего лишь эмоциональная волна, нахлынула ушла, вопрос снят. И если это не эмоциональная волна, и по-прежнему, как заноза, этот вопрос в себе сидит, то, возможно, пришло время перемен, время принятия серьёзных решений. Я знаю, что у людей очень много, которые начинали всё с нуля, которые меняли работу, не только работу. То есть ты не единственный будешь, если вдруг шагнёшь, так сказать, на эту тропинку. Только, пожалуйста, сначала всё обдумай. Я понимаю, что в теплице у какой-нибудь цветы выращивания было сказано образно. Вот так же я образно тебе говорю. Ты посмотри, поспрашивай. А в этой теплице, в которой цветы выращивают, всё так розово, как ты себе нарисовала? Возможно, везде хорошо, где нас нет. Всё разузнай, всё взвесь. Прикинь в своей голове чистость, пусть пока чистить теоретически, теории иногда очень часто далека от практики, но тем не менее. Вот эти вот дорожки ты как бы пройди. Если ты сделаешь так-то, какие плюсы и минусы могут тебя ожидать? Если ты пойдёшь этим путём, что ты можешь ожидать? Если ты пойдёшь этим путём, какие плюсы и минусы могут быть там? Когда всё это взвешиваешь, ты хотя бы уже пусть на волне всего лишь анализа, пусть на уровне анализа, теоретического анализа, но тем не менее к чему-то подковано, нежели так вот в омуты головой всё бросив. Прислушайся к себе, и ты поймёшь, как тебе поступать. Только не надо ничего бояться и оставаться в детском саду, и пробовать что-то новое. Никто не может сказать, где оно лучше и как оно лучше. Это покажет только жизнь. Но шагай ты, конечно, от внутренних своих потребностей и больше ни от чего. Прислушиваться к себе – это самое важное, что должен иметь человек. Дальше следующий вопрос. Вы вязали шапочку красную и знаком. Дальше не помню, какой я, кстати, тоже не помню, какой я ставлю ссылку на этот ролик. Как себя ведёт шапочка? Поняла. Шапочка себя ведёт неплохо. Очень даже неплохо. Речь идёт об этом красном наборе. Чуть-чуть там, где уши, немножечко, я, наверное, поправляю частенько. И здесь даже не столько, что кашут, кадышки, а какие-то распушишки. Но они так убираются легко, кадышек нет. А там, где я не... Вот ещё, вот на противоположной стороне, пожалуйста, вот ещё. Прямо сразу видно, где у меня уши. Там где телефон, где зазвонит, где трогаешь. И в основном варежками поправляешь. В остальных же местах, там, где телефона нет, ушей нет, они поправляют, абсолютно краешек не тронутый. Всё замечательно. Варежки тоже, я не могу сказать, что они как-то износились и как-то потеряли свой товарный вид. Вот та сторона, которая не соприкасается с сумками, с пакетами. Вот сторона, которая соприкасается с сумками, с пакетами. Варежки очень хорошо ведут. Пряжа мне понравилась. Если есть желание что-то из неё связать, ношу я активно. Кстати, я не скажу, что я прям буквально раз, может быть, две недельки выбираю вот эти штучки. Их очень-очень мало. Особенно там, где я поправляю вот в районе ушей. Только и всего. Так, следующий вопрос. Я пропустила ваш мастер-класс по пальто. Как провязывать, как вязать без спроем? Вы не пропустили. Я мастер-класс по пальто не даю. Я вообще просто показываю, как я вяжу. У меня пока мастер-классов нет, да, мастер-классов нет, я не успеваю их снимать. Очень трудно совмещать канал и работу. Как вязать без спроем? Я всего лишь говорю, что я связала абсолютно прямоугольную спинку у кардигана пальто. У меня здесь не вывязаны проймы. Я не говорю, что это правильно или неправильно, я просто говорю, как я вяжу. Это, конечно, лучше с проймами, но я не хочу заморачиваться. Для меня вязание удовольствия тогда, когда я вот не заморачиваюсь этими моментами и не удовольствие, когда начинаю заморачиваться. Поэтому вы ничего не пропустили. Это абсолютно сплошной прямоугольник, который я связала, той длины, которую вы хотите. У меня довольно-таки длинное изделие. Просто здесь не вывязываются проймы и здесь ничего не вывязывается. Когда будет готова спинка и полочки, мы в плечах сошьем их, посмотрим, как это все будет. Здесь мы оставим место для рукава и тоже снизу вверх соединим детали. И вот здесь останется пройма. Я обычно делаю широкий пройм, потому что очень рука того требует, у кого худенький, хорошенький, другая картина. И я уже отсюда буду набирать рукава. Или свяжу рукав отдельно и присоединю. Ну, здесь два пути. Я, скорее всего, отсюда буду набирать. Еще подумаю. Вот и все. То есть, как я не вывязывала пройму, вы не пропустили. Это просто прямоугольник. Здесь пропустить ничего нельзя. Это просто прямоугольник той ширины, которая вам нужна, и той длины, которая вам нужна. Вот и все. Дальше. Вы недавно показали, не просто недавно, а сегодня, джутовую косметичку. Вязать из нее тяжело, а можно из нее вязать кошельки. С.С. Вот и подумай. Света, Сережа. С.С. Вязать из джутова действительно не очень приятно. Дело в том, что грубенькая такая, пряжа, не пряжа, материал, он грубенький. Но, тем не менее, вяжется легко, а главное, быстро. Единственное, что попалось мне, вот жгут, он толще, а вот джут, вот он посветлей. В общем, я оставлю ссылку на ролик, где лежит джут, с которым я вязала, и жгут, который мне еще предлагали. Вот темный, вообще, что-то крючок у меня лично не слушался, а вот посветлей, он ничего. Местами попадались такие, вот идет, идет тонкая ниточка, и потом какой-то нарост на ниточке, не могу изложить. Его и ножницами не обрежешь. Я сначала один набрала, а узлы я вообще ненавижу. И получаются вязки, вот такие моменты видно. Вот это не что иное, но для нас это будет дизайнерский элемент, конечно, а так это, ну вот, то, когда на тоненькой ниточке что-то прям вот наросло, не очень хорошее. И таких моментов встречалось очень много. Я постаралась, вот когда я вышивала, немножко это все спрятать. В центре, кстати, где пуговичка, этот момент еще есть. И где-то вот он здесь был. А здесь уж я не прячу, на изнаночной стороне, вот он прям есть. Но это еще раз говорю, дизайнерский элемент, о котором я мечтала, мечтала. Вообще так был задуман. Да, мы помним, что мы все так задумали. Вязать, действительно, даже вот на каточек сломала, ну просто грубенькая такая, какая-то фактура. Но тем не менее, плюсы очень быстро прибавляется. Когда я пошла стирать, мне показалось, что вот обычно только намочишь пряжу, она уже мягкая, она совсем другая. И это же вот что сухая, что в воде, такая грубая дерюшка. Но когда она высохла, она стала прям мягче, мягче, мягче. Но пока стиралась, она была такой же. Вот. Не очень много я хотела наворотов. Я действительно сделала минимализм вышивки. Прям минимализм. А мне другого не дано. Но мне очень хочется попробовать из нее сумочку связать. Из пряжи легче, конечно. Но здесь интереснее. Тяжело, не тяжело. Быстро. Как-то вот, ну грубо что ли рукам. Вот этого я только могу сказать. А нормально. Нормально. И очень, мне кажется, будет нормально смотреться коврики. Вот такие дизайнерские коврики. Маленькие у входа на даче. Кругленькие у кресла на даче. Качалок. И в таком все стиле, если сделать, мне кажется, будет очень-очень красиво. Но это на мой вкус. Кошелечки. Да, конечно, можно. Хоть кошелечки, хоть ключницы. Можно абсолютно все, кто ж мешает. Вот я, например, кошелечки вязала из кавказской пряжи. А вот эти штукенцы делала из остатков. И люблю я какую-нибудь пипочку делать на молнии. Если молния была бы оранжевая, было бы еще интереснее. У меня какая была, такая была. Поэтому из кавказской пряжи. А представьте, что он вот из джута. Конечно, можно. Можно все. Когда спрашивают, а можно то, да можно все. Кто же вам запретит-то? В творчестве можно все. Только, наверное, это большой кошелечек. Вот так вот в половинку связать. И вот, пожалуйста, кошелечек готов. Замечательно. Ну вот, кстати, мой кошелечек спокойненько влазит по размеру вот в эту косметичку. Можно. Вообще, позвольте себе в творчестве все. А можно то, а можно это? Да можно. Абсолютно можно. В творчестве нет запрета. В творчестве, возможно, все. Но это на мой субъективный взгляд. Спасибо огромное за внимание. Еще раз благодарю всех, кто поддержал и продолжает поддерживать меня с появлением фейковых каналов. И говорю, если есть техническая возможность, если есть желание, и если вы случайно, специально не надо даже на это время тратить, но если вы случайно вдруг там выскакивают фейковые каналы, увидите, что это мой ролик, но по чьим-то другим именем, пожалуйста, пожалуйтесь. Там надо войти в окошечко и даст возможность написать жалобу. Чем больше жалоб, может быть, тем быстрее достучимся, хотя жалоб уже достаточно, тем не менее, их лишние не бывают. Спасибо огромное за все эти добрые слова. Спасибо огромное за вопросы. Будут вопросы, присылайте. Можно под видео, можно ВКонтакте. Всем огромное спасибо за внимание. Пойдем творить!